всем привет орки традиционно вон сегодня я вам представляю очередное поколение светодиодных индикаторов это уже пятое поколение более полугода назад я вам что-то подобное показывал но это было в индукционном виде то есть вот эти вот варианты которые были в таком примерно видим я вам показывал тех нескольких выпусках по индикаторам и как я вам обещал когда-то я их переделал несколько другой формат и потом еще перешел из индукционных в статические то есть вариант который замеряет именно полезную энергию а не паразитную как вот эти вот индукционные и вот создал новое поколение как которое оказалось где-то почти в пять раз чувствительнее чем те которые я вам показывал второго третьего поколения на вот этих светодиодов силовых то есть осветительных ну как оказалось самый главный недостаток этих светодиодов кроме того что они все-таки не совсем предназначены для таких вещей и они находятся на металлической подложке так как они силовые и требуют несколько теплоотделения друг от себя поэтому там большая емкость относительно большая которая нас не устраивает при 300 килогерцах самые лучшие экземпляры это где-то 10 20 пик и выше даже больше сотни вот такие есть я вам не рекомендовал их ставить но тем не менее чувствительность была достаточная что более-менее нормально видеть тот же посох и все эти остальные энергетические излучения не паразитные а именно полезные и вот я решил все-таки перейти из этих светодиодов на смд-шные но уже в именно в таком варианте и как видите я фактически все перевел уже именно в такие светодиоды эти оставил только чисто так вот для сравнения и чтобы вот например вам показать а так настоятельно рекомендую вот именно брать такие смд-шные вот типа 0603 или 603 ну 805 и бескорпусные в чем их достоинство главное они не силовые именно индикаторные меня давно привлекало то что они очень ярко светятся для таких маленьких очень маленьких размеров яркость высочайшая так как они не силовые и не разогревается то соответственно подложка им не нужно и они внутри себя голые то есть просто кристалл и я как пытался посмотреть хоть какая-то емкость я так и не увидел то есть там буквально пики один два три пика может максимум поэтому они могут работать свободные на мегагерцы и выше и индицировать более высокие частоты чем даже 300 килогерц или около 300 килогерц так вот в чем оказалась разница и в чем достоинство опять же по сравнению даже вот с теми же неонками лампами дневного света и тому подобное то что у них настолько высокая чувствительность что даже вот у меня например посох при вот таком виде индикаторы или даже вот такого то есть это проводящая лента ткань и вот такие светодиоды вот подвесив недалеко от посоха мы его видим на расстоянии более 60 сантиметров даже по 70 это ходить можно между посохом и индикаторами если их во множестве подвесить вокруг посоха можно очень интересное многое чего увидеть но это уже позже так вот я вам покажу как это все работает как на самом деле все взаимодействует и вот как чтобы можно было сравнить с предыдущим серии или версии как я вам рассказывал раньше в предыдущем поколении индикаторов индукционного типа там 60 80 100 витков провода 0 1 и обычный контур наматывается делается вот такая круговая петля из светодиодов и просто вот сам контур есть подсоединяется сюда и сюда светодиоды все последовательно и вот там была одна особенность которую он рассказал показал что вот половинки индикаторов светится только в случае том когда находится на настоящем излучателе то есть вот такого типа они когда то когда тор они показывают как обычно что сейчас и продемонстрирую вот как вы видите вот эти индикаторы они чисто индукционные красные синие и вот только когда они касаются уже излучателей чистой энергии только рада не там где-то показывают половинки вот а вот эти индикаторы какие-то ничего не показывают но они показывают именно чистую энергию сделаны они именно только вот так то есть если здесь комбинированную и контур и вот такая петля здесь чисто петля берутся четыре кусочка провода соединяется светодиоды последовательную и все и вот мы видим вот такую картину если мы возьмем неонки вот они будут только светить буквально вот на самых кончиках выхода чистой энергии на разъем а индуктивные индикаторы конечно будут показывать вот паразитное излучение которое нам в общем то и не надо опять же мы можем видеть вот так вот это тоже уже на 7d собрано или вот как традиционный тот индикатор так вот мы все это видим только когда это реально настоящее излучение а уже вот то что излучается паразитно мы этого не видим опять же если мы возьмем вот посох нет нет возможности разместить весь посох поэтому я только как гибрид его включаем вот мы видим вот индикаторы светится вот даже просто лежат рядом и вот теперь я хочу вам показать сравнение какая разница между светодиодными индикаторами на смд-шных и на силовых осветительных и вот можете посмотреть что индикатор начинает светить таком виде пока я показываю его как самостоятельно и буквального пару сантиметров если мы возьмем ну например вот такой же индикатор тоже на 6 так как тут у нас 6 светодиодами здесь 6 светодиодов светит у нас в таком же корпусе примерно такой же объем фольги но светит он мог на 15 сантиметров а если мы его возьмем вот так будет еще дальше если этот возьмем так он засвечивает больше но все равно очень близко здесь вот аж 20 светодиодов конечно расстояние будет поменьше чем тот который на 6 так как сами понимаете нагрузка большая вот здесь такой же размер но тоже 20 вот здесь например 10 соответственно чуть дальше вот это желтые это делаю и вот такие значит я вот специально делал корпуса вот это вот 12 это 13 сантиметров это 14,5 разница между ними конечно хоть по чуть-чуть но есть ну и правда вот здесь у меня такие специальные контактные площадки они заведены вовнутрь чтобы соприкасалась с внутренней частью этой стороны и вот видно этот насколько идет а вот эти они не соединены вовнутрь но здесь просто площадка медная это конечно тоже свой эффект дает это конечно тоже свой эффект дает самый оптимальный размер как я вот решил для себя это это вот такой 130 самые разные варианты опять же вот сейчас я не касаюсь непосредственно и тут не везде площадки есть я специально делал разные варианты чтобы посмотреть насколько это все актуально не актуально конечно площадочки желательно и чтобы они были еще и седины так как это все повышает чувствительность до максимума ну если в этом нет необходимости то она может быть вот и в таком виде и вот полностью изолированный индикатор тем не менее вот достаточно далеко показывает и это сейчас он ограничено показывает потому что сейчас режим гибрида а не посоха то есть если подключить сюда дополнительные излучатели и поставить как посох то вот это расстояние оно увеличивается почти в два раза то есть выходит что вот на таких индикаторах посох виден где-то на расстоянии 35-40 сантиметров вот этих индикаторах вот на таких индикаторах где-то видно на 45-50 примерно ну те вот которые по длине и если их конечно делать тоже не сильно много это я все для примера чисто для испытаний а так конечно их потом порежу потому что слишком много 20 штук ставить это много вполне достаточно по 68 уже даже вот 10 это многовато для того чтобы это хорошо видеть тем более вот здесь у меня все по 8 смотрите синие зеленые все соединяем матрицу последовательно вот такая универсальная матрица берется примеру светодиоды я сказал 603 можете другие пробовать это уже вот самые разные цвета и оттенки вплоть до ультрафиолета я много экспериментировал с разными опять же платками надо будет как-то самому нарисовать уже окончательный вариант пока на универсальных значит это все продается на алиэкспрессе вот такая матрица вот таких 20 штук с двух сторон на одном варианты смд 0603 или 603 на другой стороне вариант под 805 значит их было 4 на 5 20 штук если считать с двух сторон это 40 штук то есть берете их расслаиваете пополам вот как я это и делал то есть как видите вот тут одна только сторона и получается что вот 40 штук можно сделать стоит это меньше доллара вот это все 40 штук фактических 20 штук умножаем на двое 40 штук вот это всего меньше доллара стоит вот такие платочки они есть меньше доллара есть больше доллара универсально это типа для для того чтобы научиться паять вот такие вот универсальные платки продаются они уже соединены последовательно тоже удобно с одной стороны вот как я здесь взял вот они вот вот например вот эта полоска вот она 20 штук я даже уже и не просто ну просто разрезал и все даже уже не не делил это же вот расслаиваем пополам вот так вот вот как здесь одну часть на другую они разные из я скину потом ссылки на это все и отберете прямо готовая прямо уже и соединенные и просто только кончики вот ну естественно последовательно одна сторона в одну сторону другая другую сторону примеру как здесь вот здесь в универсальных здесь так как она расположенного так то я делаю вот так и соответственно можно паять просто на паять сюда проводочек вот провод типа 014 голые медный прямо появится и просто режете там где надо разрезать вот такая чтобы змейка получилось и все вот края соединяем берем еще с центра отсюда выход и вот у нас матрица вот по такому же принципу абсолютно как понять вы уже знаете по моим предыдущим выпуском то есть берется паста вот есть такое устройство буквально садите на эту пасту на контактике и потом на разогрев светодиоды накидали разогрели вот вас все делается очень быстро вот таких 40 штук можно наделать буквально за полдня так теперь я вам покажу как все это дальше работает вот в таком виде индикатор как видите вот расстояние какое ну как если это интересно можете его делать вот так то есть просто кольцо кусочки проводов соединенные последовательно вот светодиоды все это показывает именно чистую энергию значит я посмотрел с разными вариантами цвета вот по идее зеленые самые чувствительные но точнее более яркая поэтому более заметно но как ни странно красные очень незаметно и но как оказалось самые чувствительные то есть видно вот вот именно 130 миллиметров длиной а показывает расстояние самое большое опять же вот если берем вот эту ленту вы видите где она уже светится а на самом посохе уже когда вся длина есть расстояние значительно еще больше еще в два раза больше конечно я переделал и вот этот вариант для экспериментов в комнате для всяких разных испытаний это то что я ставлю на посох тоже видите не имеет значения особого по цветам все нормально работает в общем обладая такой чувствительностью вы можете довольно таки тонко смотреть на энергию которая вот излучается от посоха и потом позже я вам объясню Ô в чем прелесть этого всего Amal amal